Здравствуйте! В студии Дарья Крот. Это последний в 2018 выпуск программы 112 службы спасения. Более полутора тысяч пожаров и 842 спасенные жизни. Таковы итоги работы регионального МЧС в 2018 году. Одно из крупнейших ЧП в 2018 автокатастрофа в Рыбинском районе. Тогда в ДТП погибли 6 человек. Последствия ликвидированы в результате слаженного взаимодействия спецслужб. Удалось предотвратить ЧС на железной дороге, когда пять цистерн грузового поезда сошли с рельсов. Потушен крупный пожар в промышленной зоне Ярославля, который сопровождался постоянными взрывами. В текущем году спасателями Ярославской области потушено более полутора тысяч пожаров. Спасено 842 жизни. Первая помощь оказана в полутысячи случаев. Сохранено материальных ценностей на 26 миллионов рублей. В этом году решением министра МЧС России по инициативе губернатора Ярославской области на службу впервые поставлено воздушное судно. Это вертолет К-32 Жуковского авиационно-спасательного центра. Он оснащен всем необходимым не только для авиаразведки, но и для помощи при ЧП. Эффективность судна доказана. 15 мая вертолет использован при тушении крупного пожара. Мы значительно улучшили ситуацию по гибели на пожарах. К сожалению, на фоне затяжного жаркого периода ухудшилась обстановка на водных объектах. Указом президента 2018 объявлен годом волонтера. В Ярославской области 12 тысяч добровольных пожарных. Они оказывают незаменимую помощь сотрудникам МЧС. Без добровольцев невозможен и поиск пропавших людей, будь то город или гектары леса. В этом году отрядами волонтеров спасены жизни 180 детей и взрослых. На базе главного управления регионального МЧС создан волонтерский центр «Научись спасать жизнь». В нем объединены поисково-спасательные отряды области. Россоюз спас, ВДПО, Восвод, Яр спас, Лиза Алерт, Партизан. Работу отличившихся добровольцев отметили почетными грамотами. Волонтеры в ходе своей деятельности абсолютно безвозмездно приходят людям на помощь. Они объединены одной мыслью и идеей первыми прийти на помощь, как и профессиональные пожарные и спасатели. Добровольцы активно работают в отдаленных деревнях и поселках. Для непрофессиональных пожарных изготавливают даже специальную технику на одном из ярославских заводов. Такое оборудование называется вспомогательный пожарный прицеп. Техника установлена таким образом, чтобы любой человек, прошедший обучение, мог ею пользоваться. А с помощью такого огнетушителя удается за несколько минут сбить крупное пламя. Их тоже изготавливают в Ярославле. В месяц более 600 тысяч – это единственный в стране кластер. Их хватает не только на Ярославскую область. Продукция поступает даже в соседние государства. В 2018-м после трагедии в Кемерове в Ярославском регионе введен единый день пожарной безопасности. В его рамках население обучают действиям при ЧП. Учения проводят раз в квартал на массовых объектах. В декабре тренировка прошла в Тюзе. Народный очаг. Происходит горение в строительном зале. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Задействуют силы нескольких подразделений. Чтобы не дать огню распространиться, на сцену опускают противопожарный занавес. Его предназначение – отсечь объемы сцены от зрительного зала, если возникла какая-то аварийная ситуация на сцене. По легенде, трое зрителей не могут выбраться из горящего зала театра. Спасателям необходимо быстро отыскать и вывезти потерпевших на улицу. Мы эвакуировались со своим коллективом, оказались на нашем служебном входе. Насколько я проконтролировала, вышли все. При реальном ЧП ответственность за безопасность зрителей ложится на сотрудников театра, поэтому они должны быть максимально подготовлены. Год заканчивается. А это значит, что самых достойных сотрудников пожарной охраны отмечают ведомственными наградами. За отвагу на пожаре и участник ликвидации последствий ЧАЭС. Что скрывается за красивыми названиями, мы узнали у человека, чьи заслуги удостоены высокой оценки. Наш герой – помощник начальника караула третьей пожарной части Алексей Абакумовских. Рубрика «Человек в форме». В третьей пожарной части тревога неучебная звучит ежедневно, не по одному разу. Старший прапорщик Алексей Абакумовских в пожарной охране 19 лет. Его служба в Ярославле началась с трагедии 7 сентября 2011 года. Мы были первые прибывшие подразделения на катастрофу. Долго не знали, что это команда. То есть, что команду мы узнали только часа через два. Потому что амуниция упала в воду, мы ее не видели, клюшек, коньков. То есть, думали болельщики. Потом было сложно уже после. На второй день, на третий уже, когда приходит осознание, что ты видел, как ты видел, как ты работал. Спасенные жизни Алексей не считает. Помнит тех, кому так и не получилось помочь. Во время ЧП он может принять на себя руководство караулом, а значит, полную ответственность за других. И иногда на весах оказываются жизни погибающих в пожаре людей и жизни собственных сотрудников. Все здесь люди работают добровольно, по призванию, знают условия службы. И принимали присягу в том числе. То есть, мы обязаны это делать. Это наш труд, наша работа. Поэтому выбора не стоит. В любом случае, спасение людей – это первоочередная задача на пожаре. В 2018-м среди множества выездов Алексей Абакумовских особенно запомнил один. Ночь, 27 марта, горел девятиэтажный дом. На полностью задымленной лестничной клетке пожарные нашли молодого человека, готового выпрыгнуть из окна. Спасатель подсоединил пострадавшего к своему дыхательному аппарату и вынес на улицу. Он был очень напуган. То есть, он не понимал, что делать, потому что никакого уже пути у него не было. Или выбрасываться из окна, или продолжать дышать дымом до потери сознания. Ну, как бы вовремя мы его нашли. За проявленный профессионализм и мужество Алексей Абакумовских удостоен медали «За отвагу на пожаре». К наградам представлены 18 сотрудников МЧС и четверо обычных граждан, в том числе дети. Любимцы Артем Ерусланов и Андрей Иванов спасли тонущую пожилую женщину. Им вручили награды в День спасателя. С концертными номерами выступили сами сотрудники МЧС. Я хотел бы пожелать мирного неба над головой. Хотел бы пожелать в эти праздничные дни больше здоровья. Ну и помнить, что жизнь, она это очень хрупкая вещь. Память о погибших при исполнении ветераны и действующие сотрудники МЧС возложили цветы к символу службы в пожарной охране. Памятнику мужеству пожарных и спасателей. Впереди праздники с 31 на 1. Многие ярославцы выйдут на улицы запускать фейерверки. Вот только в праздничном настроении нетрудно забыть о собственной безопасности. Ежегодно из-за пиротехники погибают люди. Некачественные фейерверки, петарды в руках детей или взрослых в состоянии опьянения – все это может привести к ЧП. Несчастные случаи не обходят и Ярославль. Что делать, чтобы красочный новогодний салют не обернулся трагедией? Мы тоже решили попробовать запустить фейерверк. Только делать это будем по всем правилам. И поможет нам инспектор госпожнодзора Вера Соловьева. Не стоит покупать пиротехнику на улице. В сертифицированном магазине продавец проинструктирует по использованию. Втыкайте этой стороной, открывайте, поджигайте. Самое главное – это идти на расстояние 7-9 метров. А так все есть в инструкции. Где мы можем запустить наш фейерверк? В данном случае запуск фейерверков разрешается на безопасном расстоянии от домов, чтобы не было каких-либо воздушных преград. Это касаемо линии электропередач, деревьев и так далее. Вот это место нам подойдет? Я думаю, да. Место выбрано. Осталось надежно установить фейерверк, зажечь фитиль на расстоянии вытянутой руки и отойти на безопасное расстояние. Будьте осторожны в новогоднюю ночь. И не забывайте номер службы спасения – 112. На этом все. С вами была Дарья Крот. С наступающим и до встречи в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова